Здравствуйте, мои дорогие! С вами Дина! Я с радостью приветствую всех у себя на Кухне и на канале «Коллекция Рецептов». Сегодня приготовим очень вкусный, интересный, необычный заливной пирог «Перевертыш» с мясом, грибами и сыром. Этим замечательным рецептом со мной поделилась моя подруга Лора Хмелева. Готовить подобный пирог буду впервые вместе с вами, давайте приступим! Для этого пирога нам потребуется для теста 3-4 яйца, 1 стакан кефира, 1 стакан муки, чайная ложка соли и чайная ложка соды. Вместо соды можете использовать 2 чайные ложки разрыхлителя. Для начинки по 300 г сыра, замороженной стручковой фасоли, отварного риса, стерилизованных шампиньонов, фарша, а также 1 луковица, растительное масло, соль и перец. Тесто для этого пирога готовится очень быстро, поэтому для начала подготовим начинку. Нарезаем луковицу мелким кубиком и отправляемся к плите для того, чтобы обжарить лук и фарш. У меня фарш из говядины, я заранее смолола мясо. Устанавливаем сковороду на плиту, вливаем немного растительного масла и обжариваем лук до слегка золотистого цвета. Как только лучок обжарится, добавляем фарш, всыпаем соль, перец и хорошо перемешиваем. Жарим фарш на среднем огне, а пока фарш готовится, займемся остальными продуктами. Натираем сыр на крупную терку и отставляем в сторону. Сейчас подготовим тесто. В большую миску выливаем яйца, добавляем соль и хорошо перемешиваем. Вливаем кефир, высыпаем соду и все тщательно смешиваем. Если будете использовать вместо соды разрыхлитель, то его необходимо добавить в муку. Теперь высыпаем муку и хорошо вымешиваем. Если видите, что муки маловато, добавьте немного. Консистенция теста будет зависеть от размера яиц, густоты кефира и влажности вашей муки. Оно должно получиться, как на оладье. Тесто готово, фарш обжарился. И теперь приступаем к приготовлению самого пирога. Для этого будем использовать круглую огнеупорную форму. Застилаем дно и бока пергаментной бумагой, для того, чтобы после выпечки, когда будем переворачивать наш пирог, расплавленный сыр остался на пироге, а не прилип ко дну формы. На бумагу высыпаем грибы и раскладываем их срезом вниз. В дальнейшем это будет верх нашего пирога. Поверх грибов равномерно высыпаем натертый сыр. Во время выпекания сыр расплавится и заполнит все пустоты между грибами. Теперь очередь отварного риса. Распределяем его равномерно по всей поверхности формы. Поверх риса раскладываем обжаренный с луком фарш. Стараемся распределить его ровным слоем. На фарш высыпаем замороженную стручковую фасоль, ее еще называют спаржевая фасоль. Специально размораживать ее не надо, в сезон можете использовать свежую. Вместо фасоли можно печь этот пирог с брокколи. Заливаем форму с начинкой подготовленным тестом и равномерно распределяем его по всей поверхности. Устанавливаем пирог в заранее разогретую до 170 градусов духовку. Наш пирог выпекался 50 минут, он абсолютно готов, достаем его. Для того, чтобы пирог аккуратно вынуть из формы, надо дать ему минут 20 отдохнуть. Затем осторожно, потянув его за пергаментную бумагу, перекладываем из формы на досточку. Накрываем блюдом, на котором будем подавать наш пирог, и теперь быстрым и уверенным движением, придерживаясь снизу, переворачиваем. Аккуратно, не спеша, снимаем с пирога пергаментную бумагу, так как к ней может прилипать еще горячий расплавленный сыр. Наш заливной пирог с мясом, грибами и сыром готов. Аромат от горячего пирога просто необыкновенный. Давайте разрежем его и посмотрим, какой он получился внутри. Пирог очень хорошо держит форму, слои не рассыпаются, тесто отлично пропеклось, сыр расплавился и даже немного подрумянился, заполнив все пустоты между грибами. От всей души благодарю Лору за рецепт этого замечательного пирога, уверена, что буду готовить его и дальше. Я всем рекомендую испечь этот пирог, а сейчас приглашаю всех к столу и традиционно желаю приятного аппетита. Если вам понравился этот необычный пирог, ставьте пальчик вверх. Делитесь этим рецептом с друзьями и оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Ссылка на экране и в описании. У меня на канале есть и другие рецепты вкусной и интересной выпечки. Посмотрите их, если еще не видели. С вами была Дина. До новых встреч, до новых рецептов!